Друзья, сегодня мы будем работать с вами с музыкой, попробуем научиться быть настоящим звукорежиссером, и поможет нам в этом профессиональный звукорежиссер Михаил. Привет! Здравствуйте, Михаил! Это звукарская, да? Нет, это называется контрольная комната. Почему контрольная? Потому что здесь контролируется качество звучания. То есть вот эти вот пупырышки, они здесь не случайно? То есть, иными словами, это самый крутой в мире диктофон? Всё в целом диктофон. Всё в целом? А вот здесь, если вам очень нравится исполнитель, вы можете ему подыгрывать? Или здесь сидит музыкант у нас? С помощью этого мы пишем музыку, да. А можно вот мы сейчас как-то поиздеваемся над пианино чуть-чуть? Можно. Ух ты! Это у вас для игр и для работы? А нет. Это всё для работы, что мы играем в рабочее время. Да, сейчас включится, сейчас секундочку. Всё это дело загрузится. Технологии у нас хотя и продвинутые, но не очень скоростные на самом деле. То есть это похлеще, чем Винамп, да? Не самое хлёсткое, но всё же. Так. Давайте, может быть, позовём исполнителя, и она попробует записать свой голос, а мы постараемся его не уничтожить. Ну, Миша постарается его не уничтожить, а я постараюсь его уничтожить. Но это он пока должен не знать. Марина, ты нас слышишь? Да, да, слышу. Ой, и я слышу её. Отлично. Мы друг друга слышим. Ну что, попробуем сделать дубль? Пока она поёт, можем делать всё, что угодно, да? Не знаю, ведь ничего сейчас. Ну, лучше оставить это на этап обработки. Заткнуло небо грудь. Вот, попал. И вот это не справится сейчас. Спасибо, Марин. Запись. Из вас получится классный дуэт. Друзья, вот и состоялся мой дебют в шоу-бизнесе. Мы сейчас узнаем у Михаила, как получилось, в общем. Думаю, что со временем из вас можно было бы сделать неплохой дуэт. Вот, а на данный момент давайте, может, прослушаем, потому что я-то ничего не слышал. Пока всё нормально. А, ну меня почти не слышно. Всё нормально. А что теперь из этого можем сделать? Можем оттуда мужской голос удалить? Или нужно удалить человека из судей просто? Второй вариант мне больше нравится. Это правда, что хороший звукорежиссёр сделает из любого вокалиста красиво звучащее существо? Очень многое можно исправить, но существует предел, так называемого, уже брака, когда сделать ничего нельзя. А вот, знаете, в последнее время появились интернет-звёзды. Ну, то есть, Валентин Стрикола, человек, который кричит «Язь». Ну, вот эти вот хиты новые, да? Да, да. «Еду в Магадан». «Еду в Магадан», да, это же Вася Обломов. Он же это... Хотя он мог и в студии это записать, у него же там нормальные вроде. Комбайнёры. Комбайнёры, да, комбайнёры вообще с какой-то видеозаписи, как дядька в Волгограде сидит. Бьёт ли по кошельку у вас интернет в последнее время? Бьёт. Вы знаете, развитие, вообще развитие мультимедийных технологий в последнее время отобрало хлеб у студий. Вы можете на компьютер себе поставить программку, что-то в домашних условиях сваять, показать друзьям. Ну, ничего, технологии развиваются, скоро мы вас захватим всех. Михаил, ну, спасибо вам огромное, что вы сегодня нам рассказали об искусстве звукорежиссёра. Друзья, когда вы будете слушать в следующий раз вам по триплеере песни, помните, что в каждой поп-композиции есть кусочек души Михаила. Как бы жутко это ни звучало. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Друзья, пойдёмте домой. А вы говорили, где-то есть коньяк. Ну, с вами было шоу Ночь. Спасибо, друзья. Спасибо.